Серьги, которые носили сарматские жрицы полторы тысячи лет назад. В коллекции Волгоградского областного кровейческого музея можно встретить не только женские украшения, но и уникальные мужские аксессуары кочевников, найденные во время раскопок. Золото сарматов в деталях рассмотрела и моя коллега Оксана Сачко. Один из древнейших этносов, загадочный народ, не оставивший после себя ни городов, ни письменности, — сарматы. Еще столетия назад в словарях можно было прочесть, что это греческое название древних славян, живших от Дона до Вислы в некой стране Сарматии. Современные научные представления о сарматах кардинально изменились. Благодаря археологам культура исчезнувшего народа, ранее известная только фрагментарно из письменных источников, начинает обретать реальные очертания. В бесценных находках, как в зеркале, отражены события, отделенные от нас многими столетиями. В сознании современного человека представление о сарматах, грубых воинственных кочевниках с трудом соотносится с безупречным художественным совершенством предметов из драгоценных металлов, найденных в сарматских курганах. Коллекция предметов Волгоградского областного кровеческого музея уникальна. Время не властно над этим металлом. Археологи находят парадное оружие, которое изготовлено из металла, но покрыто золотыми обкладками. Жизнь самого сармата зависела от коня. Поэтому, естественно, сарматские воины и украшали своих коней. Чаще всего именно в захоронениях вождей находят очень богатые комплексы. Это чаще всего конская сбруя. Это комплекс, в который входят фолары. Обычно в мужских погребениях можно было найти точильный камень, то есть который предназначался для заточки оружия. Но здесь мы видим, что это именно не прикладной предмет, а оселок-амулет, потому что он выполнен не из точильного камня, а из белемнита. То есть белемнит оправлен золотым колпачком. И колпачок имеет очень интересный орнамент. На верхней части колпачка изображено лицо человека. В погребениях знатных женщин сарматских или жриц чаще всего находят браслеты, серьги, кольца, подвески. Здесь вот мы видим удивительной красоты кулон на цепочке, витой, который состоит из сплетенных нескольких золотых проволок. Помимо прикладного значения, предметы имели высокую художественную ценность. По раритетам можно увидеть, как усложнялось и совершенствовалось мастерство ювелиров. Уникальные изделия выполнены в так называемом скифосарматском зверином стиле. Эти мотивы отражали сложный духовный мир древних народов, их идеологию и религию. Изображались как реальные, так и мифические животные. Одна из особенностей звериного стиля – своеобразная стилизация, когда фигурки животных гармонично вписывались в форму предметов и поэтому изображались в неестественных позах и поворотах. Козел на серебряном фоларе, хищная кошка, пряжка, украшавшая обувь вождя.